Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 956. События дня. Серахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь за 29 июля 2018 года. Воскресный день. Утром богослужения, батюшки не было, в Варнауле был, а дальше тут все идет по порядку. Володя готовит лодку, послезавтрак, когда последний раз катались, все там, что можно было, заснял. У меня свои дела. Приехал Алексей, загуляя в программист, чтобы он посмотрел предложения, какие мне дают, как вскрыть. Он все объясняет подробно, так. Ничего нельзя сделать. То есть в мусорку выбросили самую корзину и сожгли, и пепел развеяли. Но на этот день намечено было немало занятия. Я съездил на малину, посмотрел старые заброшенные сады. Малины красным красну. Дикое в лесу, считай, в бывших садах. Ну, прошли занятия. Евангелие от Луки, 21 глава. После этого позвонил Игорю, старости барабаш. У него поле тут есть за Масаловским логом. Горох посеянный, особый горох, который раньше сеяли, он вместе с овсом был. Овес стоит, он за него цепляется, а это стоящий, прямо стоит. Сам. Какие-то там длинные усы у него друг с другом переплетаются, не пройти ничего нельзя сделать. Но я спросил, протравливал, нет, можно, нет, взять. Можно. Но мы пошли. Внутрь не зашли. Просто стояли по краю, по борту, где насеяно. Там отдельные горошины упали. Даже внутрь не шагнули. Я даже нигде не зашел. Горох в нижней части, они высокие. Там сантиметров, может быть, 60-80 даже. Высокий горох. Более-менее поспевшие, так набрали, сколько вернулись. Виталий Калиников предложил говорить или ответить на их вопросы относительно того, почему прокурор Мамовского района нападает с желанием, просто с таким непрерывным желанием разрушить строение лагеря. Говорит, ну что сделаешь, хулиганство мало ли еще бывает, и поджигает, и что только не делается. Здесь иначе никак не разберешь, что грех. Когда сатана обуяет разум человека, гнев, не верующий, не молится, у него все кверх ногами, в башке, как Маяковский говорил. Ничего не понимает, и дальше как Богу угодно. Бог сильнее всего. У Бога не такое было. Иерусалим разрушили до основания, и еще не было только. 57 тысяч было храмов, а осталось 400 примерно в России. Ну, считай. Храм Христа Спасителя взорвали. Красота какая была. И главное, патриотически настроенные люди говорили, знак победы Наполеона. Мне ничего не удержало. Он еще не понимает в этом вопросе, что какую рану наносят народу, которой люди были, никому не мешает. Тем более, мне документ дан был, а я им не воспользовался даже. Ни одного квадратного метра на навозной куще. Вот так начитал, ответил на вопросы. Такой день был наполнен. Потом Алексей пришел ко мне вечером, и тут долго-долго тоже говорил. И вот пишет Рустик. Игнатий Тихонович, мир вам. А что это означает, когда священник с святой водой окропляет? Окропляет. Если О, я не стал даже управлять. Окропляет, брызгает. О, окропляет, капли ставит. У меня внутри все клокочит. И бывает, выходит воздух изо рта. Изо рта. Изо рта. Изо отдельно рта. Не стал ничего. Может, так он и думает. Я раньше вообще боялся этого окропления. А тут окропление. Я отвечаю. Таковы признаки беснования. Это демон протестует против святой воды. Ну вот события какие. Наши тут по мреньку готовятся. Выезжать. Вот сегодня-то уже 30-е понедельник. Вот четыре человека-то приехали с Владимиром Юрьевичем Галиндухиным. А теперь сегодня даже ночью их провожать. Ночью. В деревне больше ничего. Какие тут события-то. Молимся везде. На горох пришли. Встретились. Запись. Все с молитвой. С благодарением. Но я смотрю на свои ресурсы. Люди еще здесь озлобленные жизнью своей. Вот это мой мир. Очень любимая моя система. Вот где я так в шапке. Тут можно задавать вопросы. Или сведения какие-то ставить. А другой где я с голубем встаю. Нет, запасной вариант. Вот так. И ленточный. Это называется православный форум. 1600 тем. Канал «Восвете Библию». Канал большой. Очень много. 21 миллион посещений. Продолжение просмотров подписчиков. 20 тысяч. Сегодня что поставил. Никаких просмотров. Тут маленькое. Порядок. Тут 13. Вот так. Все на этом. Ну и «Восвете Библии». Православный библейский сайт. Вот он какой есть. Тут затруднения с интернетом. Ничего больше не беру. Ни вопроса не отвечаю. Просто коротко о событиях сказать. Молимся. И молимся. Благодарим Бога за все. А тут сено только просушат. «Опять дождь». Ну все в Божьих руках. От человека это еще не зависит. Когда считаешь какие-то там аварии в мире. Беды. По сравнению с нами. Это горе у них. А у нас еще все верующие. Прекрасные поля. Люди все свои. Никого чужих нет. Все сухие. У всех все есть. Ни о каком богатстве речь не идет. А живем да и живем. Ну в храме-то я вчера проповедь сказал. Потому что я сказал, чтобы две было проповеди святых отцов. Или как. А не по одной. То ли. Я говорю, вы то ли специально меня вытаскиваете. Я отошел от проповеди. А тут приходится. Не готовлюсь даже. И вижу не вышел. Не вышел я тут. Вот экспромт там говорю. Да будет. Воля твоя на земле, как на небе. Я на эту тему сказал. Ну вот на этом все.